Доброго трямца, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в наше прохождение за каннибалок-психопаток. Я приступил к выкапыванию туннеля вот здесь. Вот здесь у нас будет где-то электроподстанция. Давно пора уже этим заняться, все никак как-то не доходили руки. Что я еще сделал? Ну, достроены комнаты, поставлены сюда кровати. К сожалению, шедевры сделать не получилось. Кровати у нас только обычные, ну, отличные, я бы сказал. Здесь у нас, как видите, наши бараки уже расселены. Ни одной кровати нет, полы сняты. Короче, все ждет выезда. Полного выезда и разбора. Также что я? Решил избавиться от болота. Пока растаяло, давайте вот мы в заболоченную местность все это переведем. Кстати, я не помню, заболоченное место в лед превращается или нет. То есть нам бы какой-то кусочек все-таки оставить под глину. И Губумбу у нас отхреначила Крысумба. Тварь такая, блин. Вот реально, если бы Крысумба не была психопатом, очень полезной такой вот, полезная черта, я бы ее расстрелял за это. Потому что у нас бедняга Губумба, видите, вся просто покусанная. Раткина, вообще Раткина, сука, опасные. Опасные, причем не только для врагов, но и для своих тоже. Эпидемия чумы, ну вот же твою ж мать, вот этого нам только не хватало. Насколько я помню, блохи будут появляться рядом с животными, если я не ошибаюсь. Либо на болоте. Вот, кстати, я не помню, где они будут появляться. Если на болоте, то это будет очень печально. Давайте-ка мы все-таки посидим на базе, на всякий случай. И очень внимательно надо следить, где будут появляться блохи. Так, вот они, блохи. Они могут покусать наших ребят, и, соответственно, наши ребята могут заболеть. О, вот здесь вот вообще немерено. Блох, да, вроде бы они рядом с животными появляются, но у меня есть животные. И это опасно. Короче, надо смотреть на вот эту карту на момент появления блох. А, на болоте появляется, это если эпидемия малярии. Да, там появляются комары, так что, да, блохи вроде как у нас на базе не должны появиться. Но мы будем вынуждены здесь сидеть. Губумба, солнце мое. А давай ты пойдешь немножечко покопаешь. У тебя же всего-то навсего небольшие укусики. Видишь, даже на скорости работы это никак не сказалось. А, господи. Так, нанятая защита. Ничего хорошего, милость короны только, да? Так, фригольдер такая-то, такая-то просит вас об услуге. Две группы аборигенов из Франции Брара повадились нападать на ее караваны. И области неподалеку. Ласкарис просит вас отправить им сообщение и бросить им вызов, чтобы отвлечь их внимание на себя и разобраться с ними. Почему бы и нет? Давайте, наверное, возьмем вот милость короны и немножечко повоюем. А то что-то мне не так уж и много еды досталось в прошлый раз, я вам хочу сказать. И кто у нас будет? Дабумба? Либо, либо Фаеркака, Йомин. Ладно, давайте Дабумба. Дабумба приняла задание нанятая защита. Так, смотрите, у нас очередная порция готова бамбука. Он очень быстро растет, только я вот не совсем понимаю, а как мы получаем семена бамбука? Мы их вообще как-то получить можем? А где у нас вообще стол агронома? А, да, стол агронома. Надо будет его, кстати, перенести в другое место, потому что из-за этого стола, как видите, у нас все становится мастерской. Давайте мы, наверное, поставим его вот здесь вот просто тупо в коридоре. В коридоре рядом с кухней. И момент, который я хотел посмотреть. Бамбук. Слушай, реально, реально есть возможность получать семена бамбука. Это значит, что нам надо вот здесь вот сделать микроскладик и прописать сюда бамбук. Так, через 6 часов вроде на нас должно произойти нападение. Главное, чтобы не прямо на базу. Вот так вот, 50 семян бамбука пускай будет. Я надеюсь, сейчас принесут его сюда. А, подожди, а вы его уже куда-то сюда оттараканили, да? Вот, тащит до бумбы у нас наша недоделанная императрица. Короче, тащит сюда эти самые, господи, семена. Не семена в смысле, а сам бамбук. Так, гладранка. Ну-ка, давай-ка сделаем сейчас семян, а то там у нас... Подожди, что-то я не совсем понял. А ты какие семена-то делаешь? Она делает семена лечебного корня. А давай ты сделаешь семена бамбука. Вот я, кстати, не понимаю, от чего зависит, сколько семян используется. Ой, семян, самого бамбука сколько используется и сколько получается. Вы видели, сколько лечебного корня уходит на одно семечко? Дофигища и больше. А тут вроде как поменьше. И выходит больше семян. Так, кажется, враги к нам пришли таки. Нихренашеньки-себешеньки. 129 человек. Ребята, а я тут мины успел поставить? Эм, не всем. Так, вот эту мину, кстати... А эту я переставить не успею, а больше у нас здесь мин не стоит. А эта мина у нас взорвалась уже. Да что ж такое-то, а? Так, подожди секунду, а может быть успею? Кто у нас там? Хаосяка. Давай-ка попробуем переставить вот эту мину. Если мы успеем ее переставить, то это прям как бы очень сильно облегчит нам жизнь. В общем, сейчас все будет зависеть от Хаосяки. Потому что эти ребята точно нарвутся на мину. К бабке не ходи. То есть, если они сейчас на нее наступят, то там мало никому не покажется. Вопрос в том, успеет ли он добежать. Да, ребят, вроде бы успевает. Так, давай быстрее. Ну ты же строитель, ядрить твое налево. Сейчас уже противника будет видно. Давай скорее и беги отсюда. Так, все, Хаосяка. Давай на базу. Зона база. И тебя мы, в общем-то, больше не трогаем. Ой, ребята. Что-то я не ожидал, что их будет так много. А еще не ожидал. Подожди, а вы куда собрались? Да мать вашу за ногу, а? Да вы посмотрите, что происходит. Что за... Блин, хрень такая, а? Очень вовремя, блин. Очень просто вовремя. Чертовы психопаты. Так, подожди, а куда они пошли-то? Что за дичь тут происходит? Они забили болт и куда-то просто уходят. Ну вот эти вот сейчас подохнут. Жалко, что не вся толпа ломанулась. Поэтому как бы сдохнет сейчас пара-тройка человек, скорее всего. Всего-навсего. Не, ну это было классно. Он попытался убежать, но от гранульной мины так просто не убежишь, судя по всему. Размазал его знатно. И остальных еще подставил. Ладно, ребят, давайте занимаем места согласно купленным билетам. Амбразур вроде здесь на всех достаточно. Чтоб вас, блин, подонки эти самые, как его, блин. Блохи закусали. И чтоб вся ваша атака от чумы померла. Меня другое волнует. Как я перетаскаю такую толпу народу? У меня ж насильщиков-то нету. Ядрить твою налево. Еще одно задание. Рейд-барра. А здесь вот у нас уже есть мины. Но мне кажется, они не нарвутся. Да, там они не нарвутся. А здесь у нас мины где установлены? Вот здесь вот они у нас где-то должны быть установлены. Вот мина, да? Здесь у нас более-менее все заминировано. И здесь, по-моему, у нас тоже заминировано довольно неплохо. Ну, посмотрим, чем дело закончится. Еще Карамбе надо пушку менять. Что-то мне не нравится, на самом деле. Это дробовик. Он не может даже принимать нормального активного участия в войне. Я думаю, что да, Карамбе... Вот смотрите, у нас есть два ФАМАСа. Давайте возьмем Карамбу и поменяем ему на ФАМАС винтовочку. Так, Карамба, иди вообще сюда. Давай мы тебе прямо сейчас это все и поменяем. Вот это меня смущает. То, что эти ребята даже не пытаются атаковать. Это довольно грустненько. А самое главное, что, скорее всего, задание не будет завершено до тех пор... Так, подожди, а что это вы остановились-то? А что вы остановились? Ты смотри, почти добежал до мины, остановился и пошел в обратную сторону. Вы что, поумнели, типа, что ли? Они, по-моему, почувствовали, что у них есть мозги. Но это какая-то глупая затея, на самом деле. Вот здесь вот можно было мину неплохо расположить. Было бы тоже, наверное, весело. Так, ребят, вот здесь вот где-то есть мина специально для вас. Так, отлично. Первая грядка выкошена полностью. Замечательно, ребят, мне нравится. Мне очень нравится. Так, а ты что мимо-то пробежал? Алло. Алло, гараж. Отлично, значит. Вот этих ребят можно отпустить. Гладранка, наверное, тебя тоже надо бы отпу... Ну да. Давай тебя мы тоже, наверное, отпустим. На и на пушку в руки. Там какой-то... Понятно. Встал и помер. Отлично. Короче, вот этих ребят надо отпустить поесть быстренько. Я не понял, что тут происходит. Не пока вас один другого тащит. Но нет. Это не так. Значит, давайте сюда встаем. Фаеркака, нейна, давай сюда. Это что было? Это где было? Это здесь было. Отлично. Слушай, мне нравятся... Нравятся мне определенно мины. Давай сюда солнышко поставим, чтобы прям вот бафы получать хорошие. Так, этим хватило, судя по всему. Блин, надо сюда еще тоже еду, на самом деле, холодильник какой-нибудь сюда поставить. Вот здесь вот в этой запертой комнате. Чтобы можно было перекусить в случае чего? В случае надобности. Так, я смотрю, просто к успеху шел парень. А они к успеху идут с гранатами в руках, потому что, кстати. Карамба, блин, твою мать. У тебя есть же ствол. Ну, е-мое, что происходит? Ты что делаешь? Балбесио. Снизу, я смотрю, как бы, ну, никто особо не прошел, да? Вот эти здесь взорвались, потом они развернулись и пошли наверх. Вот эта грядка сразу убегает. То есть они посмотрели, хэп, минное поле, да ну вас нахрен, короче. И все, и ушли. Блин, да, самая основная проблема, как нам сохранить такое количество мяса. Вот у меня уже была мысль, что нам надо сделать еще один холодильник. Где-то вот здесь вот, рядышком. И перетаскивать сначала мясо на него. Чтобы оно у нас не портилось. В принципе, идея такая, неплохая. Ребят, ну давайте, давайте как-нибудь вы уже нас атаковать-то начнете, нет? Ой, блин. Хм. Ладно. Давайте, может быть, тогда сделаем вот таким вот образом. И часть мясца мы сейчас отсюда уже заберем. Ну, просто, ребят, ну реально, жаба-то душит. Ну, как, как, как иначе-то? Не знаю, будут они нас сейчас атаковать или нет? Или опять будут пару серий там тусить и ничего не делать? Че вот, че он делает? Че этот медик пытается сделать? Я понять не могу. То есть мы подходим, он убегает. Смотрите. Хитрозадо-хитромудрый товарищ. Хорошо, что это аборигены. У них немного одежды. И, соответственно, как бы, ну, раздевать, перетаскивать не так много придется. Вот теперь, мне кажется, нам еды хватит надолго. Сейчас мы организуем здесь прям хороший такой запас. Ну, хорошее задание. Мне понравилось. Во-первых, получили милость короны. Во-вторых, получили прям запасы конкретные мяса. Шикардос. Единственное, что, конечно, да, надо нам сделать где-то вот здесь вот еще один холодильник. Я это обязательно реализую. То есть мы тот просто будем закрывать, наверное, на какое-то время, да? То есть вот на время перетаскивания будем закрывать просто холодильник. Организовывать доставку сюда. Здесь будет склад с меньшим приоритетом. То есть холодильник с меньшим приоритетом, но на него будут таскать, потому что тот холодильник будет закрыт. Для этого нам надо будет просто хранение трупов. Здесь, наверное, отделить отдельно какой-то дверью, как я это делаю на стримах, когда боюсь и микрофиле и механоидов. А вот. Так, кстати. Вот отсюда. Давайте здесь поставим таки все-таки планировочку. Хотя и так понятно, что здесь у нас должна стоять мина. Но на всякий случай, чтобы не забыть. Для порядка, так сказать. Так, все, отсюда мы все перетаскали. Давайте уменьшаем здесь зону базы, чтобы сюда никто лишний раз не шлялся. И займемся следующими трупачками. Тоже, соответственно, вот здесь вот зону базы ставим везде. Где эти трупы есть, короче, там ставим зону базы. Так, вот здесь вот товарищи у нас лежат. Вот этих. Вот здесь, конечно, уже немножко стремновато. Потому что тут у нас противники недалеко. Ну, с другой стороны, может быть, они сагрятся наконец-то и будет даже лучше. Потому что у них-то огнестрела нету. Так что, по факту, я думаю, что мы их разделаем под котлетку. Даже если они здесь на нас решат напасть. Главное просто внимательно следить за тем, что происходит. Так, а тем временем голодранка здесь уже все переработала, да? Ты можешь пойти поесть, кстати. И давайте наведем порядок здесь. Господи, вы представляете, сколько у нас опять... Господи, еще 700... Это не все. Это не все. Сколько у нас сейчас кожи человек? Это 2462. Можно ей обертываться. Обмазываться кожей, наверное, не самый лучший вариант. Но вряд ли получится. А вот обертываться, да, почему бы нет. Ой, да. Блин, как бы нам придумать, чтобы, может быть, какие-то коридоры везде построить. Чтобы быстрее ходить. Помните, я на предпоследнем стриме делал коридорчики такие, как бы, которые позволяли быстро перемещаться нашим ребятам. Вот мне кажется, что нам здесь надо сделать что-то подобное. Потому что и дождь он замедляет довольно сильно. Да и вообще, как бы, хотелось бы экономить время при перетаскивании. Так, инструменты нуждаются в замене. Хаосяко, у тебя какой инструмент здесь? Разводной ключ из стали, его надо поменять. Ну так в чем проблема? Пошел да поменял. Че сразу гринял в это ждать? Ни на что сами не способны. Ой, здесь наши ремесленники прям хорошо потрудились уже, да? То есть, вся одежда, обратите внимание, уже переработана. Нормально, красавцы. То есть, ремесленники тоже время зря не теряли. Восемь гребаных часов спустя. Пожаловался я Скайу, короче, на то, что атаки наши не ходят к нам в гости и мясо не доставляется по адресу. И он мне сказал убрать одну галочку в моде SK AI, то есть, искусственный интеллект SK. Сейчас посмотрим, короче говоря, получится из этого что-нибудь или нет. Будут ли они здесь продолжать тусить? Да, ребят, они продолжают здесь тусить и не обращают внимания ни на какие галочки. В общем-то, им до звезды. Другое дело, что может быть, конечно, если эта атака придет с самого начала, уже без этой галочки. Может быть, тогда как бы они и пойдут куда-нибудь. В общем, не судьба, ребят. Не судьба. Но, с другой стороны, мяса у нас теперь реально много. У нас тут целые огромные запасы. Отсюда я вроде бы месецкое перетаскал. Перетаскал? Нет, не все еще перетаскал. Вот отсюда еще, ребята, вроде как не перетаскали. Ну да, надо будет еще немножечко ресурсов перетараканить вот этих ребят. И можно будет заниматься уже какими-то другими делами. Правда, вот чем заниматься, я ума не приложу, на самом деле. Так, все у нас спят. Блин, да что ж такое-то? Ладно, пойдем, пойдем. Проснись и пой, царамба. Хотя опасно, на самом деле. А, ну это не крыска, поэтому ладно, можно будить. Хотя, с другой стороны, кошаков тоже лучше не будить. Они тоже с просони какие-то немножко злобные. Ну и тем временем, несмотря на то, что я всех попросил... А, правильно, у нас же Резака, короче, он не участвует в переносках. И поэтому он тут благополучно работал все то время, пока все таскали. Давайте сделаем вот здесь вот нашу будущую подстанцию. Ну, соответственно, вот здесь вот будет небольшой коридорчик. А вот где-то здесь будет наша подстанция. Резака, давай приступай к работе. Можно, в принципе, Губумбу тоже сюда же позвать. Ну, будет на одного переносчика меньше. Так, главный вопрос, чтобы вот здесь вот сейчас на наших переносчиков никто не наехал. Так, а на карте происходит что-то весьма интересное. Кто-то пытается кого-то унести. Видимо, это уже от голода ребята падают. Ну, судя по всему, действительно это так. Потому что тут уже, наверное, да, сытость у нас уже тут просто по звезде пошла. Недоедание среднее. Они, по ходу дела, здесь реально сдохнут от голода. Так, ребята, ну-ка давайте не дохните здесь, пожалуйста, от голода. А то там плодни кости. Ну, хотя с другой стороны. Ребят, рагу, особенно если на копченых ребрышках. Ребрышки-то худее не станут, так что все хорошо. Ладно. Эпидемия тем временем у нас тоже подошла к концу. Вроде мы нигде не успели нарваться. Опа, подожди, это откуда? А, это найдено сокровище. Офигеть, сокровище, пистолет. Игра знает, что Грини никогда не использует пистолеты. Поэтому подкидывают Грини пистолеты. Во, а вот это хорошее сокровище, ребята. Вот это хорошее сокровище. Залежи железной руды, это замечательно. Хоть что-то мы должны же завершить наконец-то, а. А то ту же самую подстанцию я планирую уже, по-моему, несколько серий подряд. И как-то все никак не получается ее сделать. Что несколько грустно. Все, губумба забила болт, короче. Ну ладно, не стоит ее обвинять. Она реально очень хотела есть. Поэтому давайте мы ее отпустим. А сами начнем строить, господи. Строить, конечно же, землетрясение, устойчивую вот такую вот систему. Так, единственное, вот я даже не знаю, так, две клеточки или три клеточки оставлять. Просто когда случаются взрывы, когда случаются взрывы, если ставить вот так вот. Я раньше ставил три аккумулятора вот так вот вертикально. И когда они загорались поверху, пока ты к ним бежал тушить, они взрывались и пожарного как бы накрывало. Ничего хорошего из этого не происходило. Поэтому мы с вами попробуем сделать вот такую систему, где каждый отдельный аккумулятор... Да, она занимает дохрена места. Но, в принципе, с местом у нас особых проблем нету. А такая система позволит каждый аккумулятор изолировать друг от друга. То есть вот если взрывается вот здесь вот стоящий аккумулятор, он никак не цепляет ни этот аккумулятор, ни этот аккумулятор. То есть такая система, она будет в случае землетрясения, в случае геошторма, как я понимаю, довольно-таки безопасной. Вот мы ее и оттестируем. Хотя я думаю, что намного раньше мы ее оттестируем на стримах, потому что там я ее тоже строю. Резака, еще немножечко поучаствую в этом процессе. Кстати, давайте мы, наверное, пока отменим остальные раскопки. Хотя нет, вот здесь-то как раз не надо было отменять. Вот здесь вот мы с вами отменим раскопочки. И вот эту часть мы тоже отменяем. А здесь, наоборот, докопаем, чтобы здесь у нас был нормальный коридор. Ну и можно сразу сюда провести электричество. Вот обычный наш кабель. Пускай вот так вот он у нас пойдет. И скрыточка же у нас тоже, да, скрыточка у нас тоже есть. Я уже просто запутался, честно говоря, где у меня прохождение, где у меня стрим. Поэтому я иногда путаюсь, что у меня уже изучено, а что у меня еще не изучено. Так, ребята, вы скоро тут дохнуть-то начнете, а? Что-то как-то пока они не особо собираются дохнуть. Пока только вон царамба голодает. А эти перцы что-то никак не падают. Недоедание среднее. Так, сознание минус 20. Прирост голоса до плюс 60. Но эти ребята сейчас реально начнут падать в обморок. Ох, игра. Ты такая игра. Римка, римка. Ну и предлагаю в работе уже нашим хотя бы строителям убрать вот здесь вот срочную переноску. Строителям и ремесленники, строители, в принципе, шахтеры. А, ну ремесленники у нас и так там не участвуют. Голодранку, наверное, тоже давайте снимем. А то она готовить... Она ничего и не готовит. Шикарно. Она занимается переноской. Голодранка, солнце мое. Ну-ка, давай-ка быстренько готовить. А то сейчас наши сбунтуются. Фиговое жареное мясо у нас стоит на паузе. Комплекс хорошей еды. Я надеюсь, что сейчас мы с вами начнем делать. Голодранка-то очень далеко? Нет, она не очень далеко. И, в принципе, сразу же приступает к работе. Опаньки! Опаньки! Ребята, а вот это я не заметил. Вот это поворот. Смотрите. Они таки сорвались. Всех наших голодных бойцов подтягиваем в столовую. Кстати, ну не все голодные. Вот голодранка, которая готовила, успела поесть. И поэтому она с калашом идет встречать друзей. Так, царамба, быстрее заходи, пожалуйста, сюда. А то вот они прямо уже рвутся. Они чувствуют, что говорят, я понял, короче. Голодранка начала готовить. И поэтому они на запах пошли. Они пошли на запах. То есть пока у нас еды не было в колонии, они, собственно говоря, сидели и не рыпались. А как только начали готовить, они сразу же почувствовали. И такие, все, вот теперь мы точно знаем, что надо. Надо. Оно того стоит. И, да, не стоит забывать. Надо все-таки посмотреть, что тут за тела будут валяться. Возможно, мы кого-то захватим. А, это не все, кстати. Часть осталась здесь лежать и страдать от голода. Вот это интересный момент, кстати. Так, здесь тоже часть лежит уже. А вот голодающих, я думаю, что можно без проблем захватить. Ладно, давайте посмотрим, есть ли здесь какие-то интересные перцы. Меня интересуют только психопаты. Только психопаты. Дрочливость. Нет, это все не то. Хорошие персонажи, конечно, но, понимаете, каннибализму можно обучить, как сказать. Если их долго кормить, то они станут каннибалами. Блин, хорошие реально персонажи. Но я хочу, ребят, только психопатов. Только. Эх, просто если брать не психопатов, то они, засранцы, будут психовать из-за разделки трупов. Короче, много из-за чего они будут психопатить, да, психовать. Слушай, а здесь у нас, может быть, есть кто-то, а? Неужели нет ни одного психопата, ребят? Ну, как так-то? Женоненавистники религиозные всякие, плохие садоводы, все это есть. А вот психопатов реально нету. Так, ну, в принципе, может быть, можно кого-то из хороших персонажей захватить. Здесь вопрос основной, да, что-то как-то вот они жить-то не хотят совсем. Что-то все три часа, три часа, почки уничтожены, 0,9 часа. Короче, наши ребята очень хорошо постарались. Вот, вот этого перца можно попробовать захватить. А что за перец? Вожак, кстати. Неплохие характеристики, но нужен ли нам такой обжора? Только попробуй! Вот ты овца! Вот ты овца! Так, Оксимирон... А, это не Оксимирон, но... Не какой-то похожий. Вот уроды, ты посмотри, блин. Тырят прямо... Прямо из-под носа тырят. Ладно, Царамба. Эх, что поделать, короче. Ничего нам не досталось, ребят. Ну, ничего не досталось. Ладно, будем заниматься своими делами. У нас тут еще их очень-очень много. Позахватываем потом, не переживайте. Нам вон с этими-то телами надо что-то сделать. Вы посмотрите, какой писец тут творится, а? Разделие называется. Просто посмотрите, что тут происходит. Но ничего с этим не поделать. И у нас... Слушайте, у нас опять появились бобики мелкие. И у них наверняка... Да, они собаки такие... Да, не именно собаки. Они собаки ищут, чтобы выпить. Это стопудово. Одна уже обдолбанная! Ой, господи, блин. Ну-ка, вот я более чем уверен, что вот этот пёсель... Антибиотики, прошу прощения. Собаки. Ну, что делать, а? Вот почему нельзя дефолтную диету для животных поставить? Вот он рождается. Я об этом никак не узнаю, что он родился, блин. Ну, просто потому что там... Ой-ой-ой-ой-ой. Опять начинается. Да чтоб вас всех перекосило. И не вздумайте мне тут стрелять. Так, начинается. Алло. Вот не надо тут, пожалуйста, со своими... Они тут пришли со своими трубками. Ну-ка. Что там? Нет, наркоты он меня не закинул. Так, нормально. Стрелы пошли. Отлично. Так, а вот тебя-то тут явно не ждали, да, голодранка? Ты серьезно? Нет, вы видели это дерьмо, блин? Голодранка взяла и в последний момент переключилась на другого. То есть она решила убивать вот этого, а не того, кто в упор в нее целился. Это же просто верх идиотизма. Так, и у нас премия Тупумбы, да, получается теперь Бреннаном. По-моему, уже тоже не первый раз он отхватывает. Еще ядовитая стрела. Значит, бегом. Бегом в медблок. Сразу же Дабумба тоже туда подтягивается. Ну, вроде бы все, короче. Я думаю, что остальные на нас уже не нападут, потому что остальные просто лежат здесь без сознанки. Так, Дабумба лечить. Все верно, пошла лечить. И давай посмотрим, что... А, слушай, а я здесь яда-то особо не вижу. Я вижу, что какой-то, как бы вот, есть... Что-то зудит. А есть процедуры, что тут у нас? Лечить шрам, лечить шрам от укусов, вывести яд. Ну, давай попробуем вывести яд. Ребят, у нас там вроде бы должны быть какие-то настойки. Проведем процедуру. Где-то тут вот, да, у нас есть антидоты. Так что я думаю, что проблем быть не должно. Что-то я тут с песочком, по-моему, переборщил. Так, что у нас там раскрошить обломки камня в песок? 12 штук. Да, ребят, я определенно переборщил с песочком. И без ботов убирать все это дело очень-очень как-то вот... Нехорошо получается. Так, подожди. А если вот унести сделать? Не, не помогает. Я думаю, что он больше сразу в руки возьмет. Просто когда перенести, получается, он берет по чуть-чуть, а унести он берет сразу много. Но в этот раз что-то это как-то так не работает. Так, ну что, батареечки. Раз, два ставим. Значит, здесь шесть батареек. Каждый такой предохранитель на три, короче, батарейки, да? Значит, мы ставим сюда парочку таких предохранителей. Ну, давай измедяхим. Пара предохранителей. Кабели просто протаскиваем вот таким вот макаром. Ну, и я думаю, как минимум одну стеночку надо все-таки переделать под амбразуру. Во-первых, если здесь начнется пожар, и здесь будет замкнутое помещение, закрытая дверь. Вот здесь будет бешеная температура, пока мы не разберем эту самую дверь. То есть проще сразу поставить амбразуру сюда и не париться. То есть если начнется здесь какой-то небольшой пожар, то он вряд ли сможет поднять температуру во всей колонии разом. То есть почему я всегда соединяю еще все помещения в нашей колонии амбразурами? Потому что если возникает небольшой пожар в небольшом помещении, то он поднимает бешеную температуру. А если у вас помещение огромное, то местечковый пожар не поднимает температуру во всей колонии. Да, есть риск, если пожар будет большой, то он, наоборот, как бы поднимет во всей колонии температуру просто до состояния ада. Но такое бывает очень редко. Поэтому риск, как бы, он, наверное, все-таки обоснованный. Великолепно. Фаеркака, голодранка да бумба сисикака с ангиной. Ну, ладно, хотя бы строители наши без ангины. Они сейчас для нас наиболее важны. И Ротера. Один повар у нас тоже остался на ногах. Поэтому, как бы, давайте мы его заставим чем-нибудь заниматься общественно полезным. К примеру, я не знаю, готовкой. Ладно, давайте сюда еще парочку поставим аккумуляторов. Также мы что сюда добавим? Что еще сюда надо обязательно поставить? Разбрызгиватель, пожарный, пожарный спринклер. Давай тоже из медяхи поставим вот сюда вот в центр. И надо его подключить обязательно, естественно, к водоснабжению. Если мало ли что загорится, есть шанс, что он все это дело потушит. Кстати, можно на самом деле поставить даже парочку таких спринклеров. Почему парочку? Потому что у меня был момент, когда взрыв аккумулятора взорвал спринклер. Но есть вариант, что так не произойдет. Хотя бы с одним из них. А любой из них может потушить это помещение. Ага, только труба, короче говоря, разрушила такие... Да, видите? Короче, труба разрушила спринклер. Точнее, его проект. Поэтому давайте мы, наверное... Так, можно разобрать трубу? Солнце мое. Разобрать трубопровод. Вот. Разобрать трубопровод. Вот. Давай сразу разберем. Проконтролируем этот процесс. Аккумуляторы пошли на зарядку. Вот что еще здесь не хватает? Здесь не хватает освещения. Но это тоже не проблема. Так, давайте мы сделаем сейчас копию сюда. Сам спринклер, он имеет уже в себе, в своем составе трубу. Поэтому как бы на его месте не надо эту трубу делать. Значит, сюда еще мы ставим дверь. Блин, а у нас нету олова. Да что ж такое-то? Из чего тогда? Ну ладно, давай из алюминия. Фиг с тобой. Золотая рыбка. И надо какой-то свет сюда придумать. Давайте сюда, что ли, горшочек поставим. Ну а что, красота? Дополнительная красота. Что, плохо, что ли? Давай вот так вот поставим сюда горшочек. Только без всяких квалити билдеров. Нам, на самом деле, чем качество хуже, тем лучше. Вот, горшочек готов. Давайте светящиеся колокольчики. И это добавит света в нашу колонию. Ну что, слушайте. По поводу аккумуляторов у нас все хорошо. Подстанция готова. И это значит, что нам надо бы, на самом деле, добавить сюда еще солнечных панелей. Потому что солнечные панели, ну, на мой взгляд, это не самый плохой вариант. Если вы играете без всяких донат-ивентов. Если вам на голову, ну, только игра может скинуть какие-то сюрпризы. А не другие игроки, точнее, игроки-зрители. Вот, в этом случае вполне можно использовать солнечные панели. Они довольно-таки эффективны. Только нам что-то не хватает немножечко электронных компонентов. Но я надеюсь, что с этим мы, опять-таки, разберемся сейчас. Да ладно, у нас меди нету, что ли? Медной руды у нас точка нет, короче. У нас есть дофига альминитовой руды, которая нам нафиг вообще не впилась вообще ни в каком месте. А вот с медной рудой у нас проблема, и, по ходу дела, отсюда ее всю перенесли уже, да? То есть мы ее вот здесь вот добывали, она здесь валялась, ее больше нету. Блин, как вот мне на стримах постоянно везет дофига руды, а здесь нихренашеньки нету. Вот почему так? Непонятно. Короче, медяшка здесь у нас имеется-таки. Давайте в медную жилу. Выселим отсюда хозяйку медной горы. Губумба. Вперед копать. Можно было бы, конечно, углем заморочиться. Еще одну угольную электростанцию поставить. Но я, ребят, хочу получить халявное электричество. Ну, понимаете, я все время говорю, что халява это плохо. Но можно же и мне чуть-чуть халявы-то получить, а? Так, задание доступно. Опять церемония присвоения звания Фаеркаки. Фаеркака года. Звание получает Фаеркака. И у меня такое ощущение, что, короче, из-за дистанции поиска у нас нихрена не заправляется. Потому что для меня это было открытием, но на стриме мы это уже дело обсуждали, что дистанция поиска подразумевает под собой то, что она работает не только для поиска ресурсов, она еще и работает для поиска человека, колониста, который будет работать. То есть, если у вас дистанция поиска вот такая вот маленькая, да, у вас здесь есть ресурс, ну, вот такая вот маленькая, да? Но, чтобы кто-то начал этим заниматься, в этой дистанции поиска и должен быть свободный персонаж. То есть, почему я это сейчас понял? Потому что, короче, Крысумба, находясь вот здесь вот, он, я ему пишу заправить, он говорит, типа, нету нужного ресурса. То есть, он не мог заправить. Как только я его подвел вот сюда поближе, он смог сразу заправить. Вот такие интересные штуки. Может быть, так будет как-то получше теперь это все дело работать, но получается, что дистанция поиска, которую ввел Скай отдельно, она чуть менее чем бесполезна. То есть, ее нельзя сильно ограничивать. Если ты ее сильно ограничишь, то у тебя просто нихрена работать не будет. Вот такие вот пирожки с гвоздиками. Блин, Кубумба с Хаусякой набили друг другу морды. Ха-ха-ха-ха. Бедняги, а. Два балбеса, блин. Два дебила это сила. Е-мое, ну как так-то, а? Надо было им достроить здесь всего-то. Так, подожди, ты хочешь сказать, что ты все принес и куда-то собираешься уйти. Точнее, все принесла и куда-то собираешься уйти. Но это уже сволочизм. Потратить пару минут и больше сюда не возвращаться. Вот это, по-моему, более лучший вариант. Так, что у нас сейчас? Значит, час ночи. И у нас есть две новые солнечные панели. То есть, в идеале, в дневное время, это будет в районе еще плюс пяти киловатт. Это очень даже неплохо. Особенно учитывая, что мы, в принципе, живем, ну, минус 3 800. Но это у нас уголька не работает, да? И... Или работает? Работает у нас уголька? Не, а нихрена не работает. Ой, господи. Так, царамба, ты где бегаешь? Давай, заправляй угольку. Ну что, ребят, наверное, на этом мы будем с вами заканчивать. В следующей серии, я надеюсь, что мы выйдем с вами в КПВТ. Это будет уже прям вот такой большой скачок для человечества. Так, это что у нас тут? Пепел, да? Тут у нас уголь. В общем, ребята, с вас лайкосик, с меня видосик. Традиционно уже пишите комментарии. Не забывайте, что у нас есть расписание выхода роликов на канале, выхода стримов на канале. Ссылочка в описании под видео и в шапке канала. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.